всем привет дорогие друзья пришла у меня посылка с алиэкспресс отправляли ее уже с россии это зеркало заднего вида со встроенным регистратором из подключенной задней камерой вот такие дела давайте распакуем принципе шло она дольше чем должно быть где-то ожидал его получить через пять дней после заказа продавец принципе отправил в тот же день когда я и заказал но посылка шла дней шесть наверное вот такая вот у нас коробочка вот фирма видел я именно этих зеркал три вида в китае два то есть другая фирма и дороже там выходит она долларов может 30 и в россии уже по моему техно point dns тоже еще дороже на 30 баксов то есть на 60 баксов разница от того что я купил вот так что у нас делать вот такой вот ли защищает это все дальше еще раз поле золь чека кусочек здесь у нас идет дальше вот это вот зеркало собственно я хотел выбрать чтобы она сочеталась полностью с экраном экран где-то 4 3 дюйма он так по диагонали но вот выбрал чтобы именно не нашел за такую цену чтобы у нас он сливался с экран с зеркалом в общем выбрал я с правой стороны чтобы эта часть более ходовая чтобы он не мешал есть экран из вот этой стороны и посредине я считаю что самое оптимальное экран на как когда с вот этой вот стороны и так ну давайте продолжим здесь у нас разъем под флешку юсби и подключение задней камеры здесь у нас логотип компании наклеены если вы купите можно купить другую точно такое же зеркало с другим логотипом вот камера у нас поворачивается угол обзора небольшой по моему 160 градусов что ли в общем оптимальность у ну самый лучший вариант это на 180 в ряд есть такие вот или хотя бы на 170 угол обзора так ладно давайте дальше продолжим здесь у меня соберем коробочка здесь у нас собственно лежит камера давайте хотим посмотрим на что она похожа такая в пакетике провод такой я уже чувствую что такая обмотка у него плотная камера у нас обычная вот я кстати не помню не помню не помню есть такие маленькие худенькие есть именно такие с какой он должен был прийти у меня еще бы размотать железка такая серьезная лежит камера получается это у нас четыре диодика они там светятся камера водонепроницаемая типа но все равно при мойке я смотрел рекомендуют именно это китайцы вообще все рекомендуют сильно ее не это не вымывать это здесь у нас какой-то соединительный переходник ну я думаю что он не разбирается цельная у нас это у нас уже идет зеркало и два провода для питания вот или одно по крайней мере я пока а вот два провода для питания нет что не вижу в общем короче нас минус должен тоже быть здесь на камере хорошо зарядное устройство уже видим тоже выбирал зарядное устройство что было вот примерно такое они вот такой вот как на старом регистраторе сенера видели вот эти аж 198 или как они там называются дальше достать могу получается вот так вот поверну вот такого вот по самый дешевый регистратор и куда-то выпускали с такими зарядками и зеркала есть тоже с такими я искал уже более такой чтобы покрасивее было и вот сейчас мне такой интересует момент насчет предохранителей к ним так часто цепляюсь есть здесь предохранитель кстати бывало даже что приходили устройство с поломанным предохранителем как бы это ничего страшного но хорошо что он вообще существует здесь ну и собственно зарядное устройство получается вот мини usb скорее всего так обзывается не микро мини вот длина наверно штатная вот здесь у нас получается еще резинки такие вот силиконовые не знаю его не рвутся не рвутся но я пора снимал зеркало но принципе резинка нормально честь не не сталось такие резинки вот продавец положил нам еще вот такого вот подарок какой-то gift gift micro usb здесь лопнуто что очень грязная короче ну такое попортило все мнения так пакетик и вот такой мануальчик собственно как проводите все такое ну вот собственно я хочу еще конечно попробовать подцепиться к старому питание чтобы пока провода не кидать поездили без задней камеры просто его за то есть как регистратор пишет на нас на английском на русском солнце светит железяка гребит но вот собственно болен отливается могу понять а все-таки камера вот работает в правом углу вот сейчас на руль вот получается ты едешь запись уже пошла и собственно вот камера заднего вида тоже одновременно снимают то есть если там какой-то грубиян сзади можно как бы его заснять вот так вот вот такие дела короче но вот конечно неудобно снимать блин в автомобиле жарко сейчас еще бы это все закинуть вам в на видео так камера у нас получается если в таком положении я ее держу таком она у меня снимает вверх ногами не нужно развернуть вот в принципе вот так вот камера снимает вот так вот в принципе камера снимает если перенуть вверх ногами то она будет конечно вверх ногами картинка так теперь мы интересно будет два файла или нет вот это конечно понятно что эта камера настраиваемая вот тут немножко конечно отсвечивает но картинка показываю ясно ну вот собственно я поставил в принципе по времени у нас мало это вот отсвечивает вам пленку пока сдирать не буду выглядит она вот так вот про там идет получается на лягушку задней передачи то есть ты включаешь заднюю передачу тут меняется все получается картинка на заднюю камеру можно также самого ручной включать но я пока сейчас отключил вот получается можно ехать вот допустим не смотреть вот что-то регистратор снимает а просто пользуется как зеркалом она не выключена на работы то есть без экрана также есть авто выключение экрана вот сейчас мы зайдем на настройки покажу что тут есть в принципе фотографирование качество фотографии 8 мегапикселей то максимально по 10 или 12 ну это как бы пока не интересно экспозиция загрузка видео вот я не разобрался что это такое галочку поставил хранитель экрана но это то есть отключается там ставит таймаут отключается просто экран звук видео звук включим дальше парковка мониторинга и я не знаю это вот именно желтенькие эти линии или нет которые помогают парковаться это уже когда я поставлю камеру будет видно g сенсор это при датчик удара стоит я поставил самый самый тупой вот вон на 8g он на разных зеркалах по разному пишется это g сенсор так не разобраться авто выключение 3 минуты есть просто чтобы выключать 10 минут 5 а вот такого чтобы там зажигание выключил питание пропало и он как бы перестал записывать такого нету настройка даты русский язык сразу стоял водяной знак и форматирование и заводские настройки также сама версия прошивочки но в принципе вот и я как бы зеркалом доволен сейчас мы пробуем просто я выключил зажигание часа заново включу вот он собственно сам включился вот вот это не интересовало еще чтобы он сразу начал записывать также сама датчик движения человечек нарисованы так выключу выключил все он запись перестал то есть будет записывать когда если кто-то пройдет там и машину толкнут вот так стало мне зеркало у меня получится большое здесь она получается батарейка не заряжена здесь у нас получается но притирочку просто здесь у нас у нас выпирает в общем короче не знаю как с той стороны на будет смотреться давайте посмотрим так Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»